Добрый день, уважаемые поклонники восточных боевых искусств. Я продолжаю серию видеороликов, посвященных китайской системе Винчунь. И в этом видео я хочу продемонстрировать возможности Винчунь при ведении боя длинной палкой. То есть палкой, длина которой составляет от 1,5 до 2,5 метров. Техника боя этим видом ручного оружия очень похожа на технику боя короткой палкой. Здесь единственное отличие заключается в том, что длинная палка удерживается двумя руками. В принципе различают два типа хвата. Это концевой хват, когда вы удерживаете палку с одного из концов, а бой преимущественно ведется другим концом. Такой бой ведется обычно на дальней дистанции. И так называемый серединный хват, когда вы удерживаете палку где-то посередине, и обычный бой ведется краями и концами этой палки. В процессе ведения боя обычно используют четыре типа движения палки. Это так называемые продольные движения, когда направление движения вашей палки совпадает с ее продольной осью Вот такие движения Это поперечные движения, когда направление движения палки перпендикулярно или направлено под углом к ее продольной оси Это круговые движения, когда выполняете палки какие-либо круговые движения с некоторой продольной осью И это вращение палки вокруг ее центра тяжести Как и в бою с короткой палкой, технику боя с длинной палкой можно разделить на три группы приемов Это атакующая техника, это защитная, это комбинационная, комбинированная, то есть комбинация блока защиты В процессе атаки вы можете использовать три типа ударов Это колющий удар, это рубящий удар, это скользящий удар, когда вы скользите кончиком своей палки по противнику Но обычно атаку палки проводят сериями ударов, потому что это делает максимально эффективным вашу атаку на противника Можно выделить несколько типов серийных ударов, серий ударов То есть наиболее часто используется так называемая серия из одиночных ударов То есть внутри этой серии траектория каждого из этих ударов будет уникальна Следующий тип серии ударов, это серия ударов, которая состоит из повторяющихся ударов Следующий тип серии ударов, это серия, которая состоит из так называемых реверсивных ударов То есть это удары, траектория которых практически соседних ударов одна и та же, меняется только направление удара И наконец последний тип серии ударов, это удары, которые выполняются в серии, которые производятся вращательным и круговым траекториям При проведении защитных техник в основном используются два типа блоков Это останавливающий блок, когда вы подставляете свое оружие под атакующее оружие противника и оно останавливается Либо сносящий блок, когда вы просто сносите атакующее вас оружие противника и уводите его в безопасную для себя зону В этом случае часто применяются так называемые круговые движения, когда вы как бы подцепляете атакующее оружие противника и за счет вращательного движения своей палки постарайтесь его отбросить в сторону. Комбинированная техника боя длинная палка представляет собой различные комбинации блоков и ударов. Здесь самое главное это быстро переходить от концевого хвата палки к серединному, потому что иначе при срыве дистанции вы окажетесь в неудобном для себя положении. Продолжение следует... Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Отдельно следует выделить ситуацию когда вы ведете бой против нескольких противников но об этом виде боя я рассказывал в своих предыдущих видеороликах здесь следует обратить внимание на использование так называемых реверсивных и скользящих ударов а также создание вокруг себя некой зоны безопасности куда противники, которые вас окружают не могут к вам близко подойти. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Я хотел бы отметить следующее но я уже продемонстрировал технику ведения боя различными видами ручного оружия по системе Винчунь и надеюсь, что вы заметили что очень много движений там похоже то есть например бой ножом или каким-то мечом дао и короткой палкой в общем-то он очень и очень похож то есть в основе этой техники лежат так называемые универсальные движения которые позволяют достаточно эффективнее вести бой как голыми руками так и практически любым видом оружия что очень важно в реальной такой боевой схватке на этом я хотел бы этот видеоролик закончить хотел бы пожелать вам всего хорошего до свидания, до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok